Сегодня у нас, во-первых, добрый вечер. И очень здорово, что вы пришли, вы обочий день. Зимой у нас прячется тринадцать, потому что не мало, потому что... Отчаянные люди собрались. Да, да, да. И сегодня у нас в гостях имя, которое, в принципе, не нуждается в представлении, но тем не менее я скажу, это московский поэт, лауреат премии Аполлона Бригодева, автор двенадцати поэтических книг Вера Павлова. Встречайте. Добрый вечер. Хотела сказать, рада вас видеть потом, потому что совершенно вас не вижу в полной темноте. Но все равно рада. Поскольку я знаю, насколько мучительное дело слушать стихи, почти столь же мучительное, как и чтение стихов, то я подумала, что стоит послушную публику немножко развлекать. Вот как это мы будем делать. Я буду читать стихи из десяти своих книг, а в промежутках между книгами будет то, что полностью противоположна поэзии, то есть критика. В роли критика выступит мой муж Стивен, причем он будет выступать в двух лицах. Он будет злым критиком и добрым критиком. Поэтому вы выслушаете и прокурора, и адвоката, и сможете составить свое мнение, что за поэзия прозвучала. Начинаем. Из книги «Небесное животное». Почему я, твое самое мягкое, сделано из твоего, самого твердого, из ребра? Потому что нет у тебя твердого, которое не превратилось бы в мягкое во мне. Муза вдохновляет, когда приходит. Жена вдохновляет, когда уходит. Любовница вдохновляет, когда не приходит. Хочешь, я проделаю все это одновременно? Где моя родина? Возле родинки, у левой твоей ключицы. Если переместится родинка, родина переместится. Они влюблены и счастливы. Он. Когда тебя нет, мне кажется, ты просто вышла в соседнюю комнату. Она. Когда ты выходишь в соседнюю комнату, мне кажется, тебя больше нет. Разбило твое сердце. Теперь хожу по осколкам. Босая. Сесть у реки и бросать, и бросать в воду свои трудности. И смотреть, как они уплывают вниз по течению. Не тонут легкие. В меблированных странах меня бы поставили в спальне. Отразили в пяти зеркалах спелена ли бы шелком. А у нас, если встать у окна и смотреть в него долго, Непременно заплачешь. Свеча горела на столе. А мы старались так улечься, чтобы на какой-то потолок ложились тени. Бесполезно. Разве что стоя над столом, а стол локтями упираясь и нависая над свечой. Тогда, но только рук с крещением. Нежным по нежному писаны лучшие строки. Кончиком языка моего по твоему нёбу, По груди твоей почерком бисерным по животу. Нет, любимый мой, я написала о тихом. Можно губами сотру твой восклицательный знак? Подражание Ахматовой И слово «хуй» на стенке лифта Перечитала восемь раз. Соски эрогенны, чтоб было приятней кормить. Пупок эрогенен, чтоб родину крепче любить. Ладони и пальцы, чтоб радостней было творить. Язык эрогенен, чтоб вынудить нас говорить. Хоть чуть-чуть увековечь, Вылепи меня из снега, Голой тёплую ладонью Всю меня отполируй. Почистила зубы. Больше я этому дню ничего не должна. Система прямого шокового воздействия, Применяемого Павловой, Немыслима для нынешнего журнального бомонда, Поскольку критический разбор требует цитат, А найти хотя бы четверостишие в рамках приличий Здесь невозможно. Владимир Новиков, «Бедный эрос», журнал «Новый мир». Примером служит знаменитое стихотворение «Подражание Ахматовой», Процитировать которое невозможно из-за его уникальности. Из курсовой работы студента 4-го курса Тамбовского университета Из книги «Второй язык». Одно касание в семи октавах. Эпидоров. О-на. Через О. Проверочное слово. Он. Лиза, участь писать. Прикосновение наискосок, Как почерк первоклассницы с наклоном, С моей щеки отводишь волосок, Движением нежно неопределенным, Сдвигая вверх и влево облик мой И делаюсь оленеглазой гейшей Наискосок, при этом по прямой дорожкой И кратчайшей, и скорейшей. Фокус в уменьшительно-ласкательных суффиксах Уменьшить и ласкать, Ласками уменьшив окончательно, До ноля и в панике искать, Где же ты, не уронила ли я тебя В щелку между телом и душой? Между тем лежишь в моих объятиях И такой тяжелый и большой. Сначала приласкаю по верхам Поверхностно, легко, колоратурно Рассыпчатая пицциката Там, где надо бы напористо и бурно Потом смычком по тайным струнам Тем, что не были затронуты в начале Потом по тем, которых нет совсем Тем, точнее, о которых мы не знали. С двадцатилетними играют даже мурки, С тридцатилетними играют в порядки Любовь, какие шелковые шкурки, Как правила просты, как взятки гладки. Легко ли в тридцать пять проститься с нею? Легко. Не потому, что много срама, А потому, что места нет нежнее И розовей, и сокровейней шрама. Как нежно муравьиные бега, Как много их, как медленно бегут, Иной от позвонка до позвонка Бежит не менее пяти минут. Их дрессирует легкая рука, Годами понуждая мурашей Бежать от волоска до волоска, До финиша, до одари, до... Эй, ты спишь? Это, с позволения сказать, текст Я не извлек из мусорной корзины Проинциальной газеты И не прочитал на стене в своем подъезде. Это стихи из книги Веры Павловой Второй язык Игорь Меломед, литературная газета Пустите меня в подъезд к Меломеду, Я тоже что-нибудь спешу Евгения Пищикова, известие Из книги «Линия отрыва» поэма «Акафист грешницы» Линялого неба прорехи латает и штопает свет Конечно, спасение в смехе, а значит, спасения нет Над чем в самом деле смеяться В измене себя не виня Над жалким кривляньем паяться Который жалеет меня Который себя не жалеет Стараясь меня рассмешить Который кудахче и блеет Чтоб мне захотелось жить Пошли на рыбалку Пришли на берег А черви? Ничего, сейчас накопаем Чем? Перочинным ножом Копаем Вдруг нож утыкается Во что-то твердое, железное Копаем, копаем Выкопали лопату Без черенка Заснула со строкой во рту Проснулась? Нету Проглотила Потом весь день болел живот Радуйся поцелую такой крепости Что зуб мудрости раскрошился И глотай его осколки Чтобы поцелуй продлился Как можно более вечно Радуйся То и то и дело Теряющий дар речи Настолько, что невозможно Объясниться с продавщицей Овощного отдела Но черт с ней с этой морковкой Радуйся Внезапно увидев ясно Как во сне свое надгробие Каменные солнечные часы Главное выберить наклон По полярной Чтобы время было точным Радуйся Что еще можешь радоваться Радуйся Что радоваться больше не можешь Радуйся Избежливости Радуйся по глупости Радуйся назло Радуйся мать твою Софью За неимением оригинала Перевожу Веру Павлу В обратность немецкого В троллейбусе Вдруг Ужасное расстройство желудка Я вся сжалась Чтобы не обкататься Ты знаешь Сколько раз Я от этого кончила Вячеслав Куприянов Поминки По книжной ярмарке Чувство плоти Вкус плоти Вес плоти Плоть плоти Музыка секреции И урчание живота Как музыка жизни Соитие плоти Зачатие плоти Ношение плоти Рождение плоти Кормление плоти Ее жизнь и смерть Ее родовое окружение Ее преображающее Оправдание поэзии Кажется, в этом поэтика Вера Павловна Павел Белицкий Плоть плоти Независимая газета Из книги «Четвертый сон» Спим в земле Под одним одеялом Обнимаем друг друга во сне Через тело твое протекала Та вода, что за прудой во мне И засыпая все глубже и слаще Вижу, вздувается мой живот Радуйся рядом со мною спящий Я понесла от грунтовых вод Плод несветающей брачной ночи Нерукопашной любви залог Признайся, кого ты больше хочешь Елочку или белый грибок Буду писать тебе письма В которых не будет ни слова Кокетства, игры, бравады, лести Неправды, фальши, жалобы, наглости Злобы, умствования, юродства Буду писать тебе письма В которых не будет ни слова Слово, слово, что там в начале Раскладушка, на которой меня зачали По пьяни, по неопытности, по распределению По любви, по кайфу, по моему хотенью Послали друг друга нафиг И снова встретились там И послали друг друга нафиг И шли туда по пятам Друг за другом И встретились снова И послали, и за руку шли И в обнимку Да что там нафиг Я с тобой хоть на край земли Могла ли бича словно дант Творить, как желтый одуванчик у забора Я научила женщин говорить Когда вы знали, из какого ссора А мы убегали за дом И там играли в роддом Ходили вперед животом Проводили острым стеклом По зябнущему животу Белорозовую черту Говорили тебе решать Если выживет мать Тогда ребенок умрет Или наоборот Короче, из двух Одно и третьего Не дано Дано Акушеру в ролю По уху залеплю И гордо покину Потом ваш идиотский роддом Это теперь А тогда Купалась в блаженстве стыда Прикрывала рукой Живот Пусть Ребенок Старик И окликают меня Девочка Мужчины Окликают меня Девушка Женщины Окликают меня Женщина Дети Окликают меня Мама Оборачиваюсь Нет, не меня И увидел И увидел Бог Что это Хорошо И увидел Адам Что это Отлично И увидел Ева Что это Удовлетворительно Ехала К тебе Писала Стихи О тебе Когда Дописала Поняла Что еду Не в ту сторону От всего Того Что в телевизоре Делается Ничего Не сделается Мне Потому что Ни одного Политического Деятеля Ни разу Не видела Во сне Нет Раз В родительском Ельцина Он был Ничего Вполне Нежность Не жмет Не сеет Духом Святым Сыта Что же Она Умеет Только Снимать С креста Тут Не нужна Сила Тело Его Легко Настолько Что Грудь Заныла Будто Пришло Молоко И Долго Буду Тем Любезна Что На краю Гудящей Бездны Я Подтыкала Одеяло И Милость К спящим Призывала Влюблялись Друг Вдруга По Кругу По Росту По Списку В журнале Отбив У подруги Подругу Доверие Класса Теряли Кричали На пьяного Папу И Хлебом Кидались В столовой И Только Ленивый Не лапал Под лестницей Нинку Хапкову Что Важнее Для Нравственного Духовного Гражданского Воспитания Молодежи Поэзии Кузнецова Или Горбовского Или стихи Веры Павловой О собственных Гениталиях И Это Печатается В новом Мире Рядом С прозой Александра Солженицына Но Хотя бы Он Пристыдил Издатель Кеннадий Зюганов На сайте Бизнес-пресс Павлова Пишет Про месячные Оргазмы Про сиськи Письки И жопу С кулачок И делает Она это Так озорно Точно Изобретательно Что упрекнуть Павлову Не в чем Разве что В безупречности Вкуса И слуха Дмитрий Бавильский Без минета Как без лета К факел Из книги Вездесь Все так сложно Сочиненно Все так сложно Подчиненно Все так сложно Бессоюзно Все так просто Все так грустно В школе В учителей Влюблялась В институте Учителей Хоронила Вот и вся Разница Между средним И высшим Образованием Причалил К безлюдному Берегу Ножом Открывал Мидию Открыл Меня как Америку Считая Что прибыл В Индию Что тут Камасутра Старокая Ночной Домашнее Видео Из плохо Скрываемой Скукою Из мидии Ножик Выдернул Отелло В театре Теней Ревность Любви Длинней Что я буду Делать Там Кататься На велосипеде Который Угнали Перечитывать Книжки Которые Замотали Целоваться С мальчишками Которых Отбили Возиться С детишками Которых Удалили Оставленных Тут Когда Уснут Гладить По волосам Ну и хуй С ней С языковой Средой С остроумием Заголовков Газетных Любомудрием Граффитик Лозетных И троллейбусных Знакомств Простотой Речь Родная Ты нектар Или яд В ухо спящем У текущей Во мраке Всюду Воют Не по-русски Собаки Всюду Звезды Не по-русски Молчат Презираешь Женщину За то Что она Одета Слишком Ярко Убиваешь Женщину За то Что не можешь Сделать Ей Подарка Проклинаешь Женщину За то Что не ты Во гроб Ее Положишь Забываешь Женщину За то Что никак Забыть ее Не можешь Не надо Смотреть Но смотрю На нищего Копающегося В помойке На геев Целующихся На скамейке На алканавтов В окровавленной Майке На весельку Старика Ждущего Струйки Не надо Смотреть Но смотрю Притвориться Пьяной Чтобы Приласкаться Притвориться Глупой Чтоб Сказать Люблю Притвориться Старой Чтоб Не притворяться Притвориться Мертвой Притворясь Что сплю Нежности Подкожный Слой Ровный Как загар Нудиста Тихо Тихо Чисто Чисто Разговаривать С тобой На подстрочном Языке Эхом Эхо Тенью Тень В солнечном Твоем Сплетенье Спать Как В пляжном Гамаке О детский Страх Потери С которым Первоклашка На ленте Ключ Нательный Под платьем Под рубашкой Нащупывает Вот он И к сердцу Прижимает Потому что Папа с мамой Ушли на работу Вернуться ли Кто знает Такую Любовь Погубила Что Видимо Буду В аду Такую Взамен Отрастила Что В адскую Дверь Не пройду Я Столько Подушек Вспорола Затем Чтобы Несколько Зим Подземные Полости Пола Заделывать Телом Твоим Любовь Круговая Поруха Проруха На савани Дней Свистящие Полости Духа Божественной Плотью Твоей Слух Притупился Закрыленный Марафонским Промоушеном Синтаксическая Геометрия Сменилась Многословия Рефлекторные Эврики Натужным Морализаторством Эволюция Такая Парадокс Банальность Пошлость Нет никаких Сомнений Судьба Поэта Сложилась Аделаида Метелкина Рус-ру Вера Павлова Пишет О счастье О счастье А не о детстве Музыке Саите Изменах Ревности Беременности Родах Сотворении Мира Россией Моцарте Синяках Коньках Жинцах Лифчиках Слезах Одиночестве Зима И лето Гаммы И прописи Отрочество И юность Губы И ладони Грех И похоть Страх И трепет Тяжесть И нежность Кровь И любовь Жизнь И смерть В ее стихах Перестает быть Просто словами Только при свете Счастья Андрей Немзер Было невозможно Сделать Иначе Время Из книги По обе стороны Поцелую Дидона Блин Этери Сомнительных Кровей Нашла себе Потерю Ину Носиться С ней Все песни Кровью В горле Все волосы В зале Как будто Кроме горя Нет Счастья На земле По счету Почести По смете Утраты Радости В кредит Я сон Который Снится Смерти Не буди Пускай Поспит И ты Поспи Любовью Выжит Младенческий Привни Ко мне Как тихо Спит Как Кровно Дышит Как Улыбается Во сне Не знаю Когда ты Во мне Заживешь Когда Перестанешь Болеть Но знаю Это лучше Чем ложь Правильней Чем смотреть В глаза Крест Накрест Чем засыпать Под колыбельный мат Чем соглашаться Ты прав Я блять Но тише Девочки Спят Перед дальней Дорогой Приляжем Старина Первых Любовей Много Последняя Одна Продлись Пометли Лета Испытательный Испытательный Срок У слады Напоследок Ласки Через Порог Стирала Плохо Выжила Всю ночь Течет С белья Не знаю Как я Выжила И выжила Ли я Никак Не отмывается Пятно На пол Спины Любовь С виной Тягается Но силы Неравны Что Моя Она Говорит Твоему Ему Что Она Верна И рада Ему Одному Что Она Полна Что Я Тебя Не пойму Никогда Что Она Одна Знает Что К чему Река Многострунная Ива Кузнечики Влажный Гранит На нем Полужирным Курсивом Здесь Павлова Вера Лежит Которая Братья Славяне Сказала О чувствах Своих Такими Простыми Словами Что Кажется Вовсе Без них Уснуть Папнинку Друг Другу Снится Сны Анонимки Рукой Сновиться Их Небы Лицы Прочесть Друг Другу И Полюбиться Чтоб Сон Был В руку Богачам Нам Нечего Терять Старикам Нам Некуда Спешить Нам Подушки Прошлого Взбивать Будущего Углево Рожить Нам О самом Главном Говорить На Излете Медленного Дня Нам Бессмертных Наших Хоронить Мне Тебя Потом Тебе Меня Умоляла Не Засыпай Но Уснул И Во Тьме Ночной Одиночество Не Взначай Как Инкуб Овладела Мной Как Неистовы Как Грубы Притязания Нечистых Рук Так Хозяек Берут Рабы Так Солдаты Школьниц Берут Я Пожалуюсь Мужу Ну Муж Я Сейчас Позову Его Бред Никого Ты Не Позовешь У Тебя Никого Нет Проснись Душа Чертовка Бестия И Долей Страстного Презренья Прерви Губительное Действие Инстинкта Самосохранения Записывая Стихи Порезала Бумагой Ладонь Царапина Продолжила Линию Жизни Примерно На четверть Когда Последняя Беда Затмит Все наши Горести Отправлюсь За тобой Туда На следующем Поезде Не потому Что нету Сил Обдумывать Последствия Но Вдруг Ты Что-нибудь Забыл Таблетки Галстук Лезвия От тебя Вера Рем Больше у меня Таблетки Мостили Таблетки Околется Таблетки Таблетки Чудаков Таблетки 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 Не просто Таблетки На следующем Сделано, вынесен ли Приговор, мягко ли Плаха постелена, Звонко ли наточен топор. Жуть, она же Суть, она же путь, Но года склонили таки К прозе. Русь, ты Вся желание лизнуть Ржавые качели На морозе было Кисло-сладко, а потом Больно, и в слезах Дитя бежала по сугробам С полным кровью ртом. Вырвала язык, Положила жалу. В райском аду Амура, в дебрях Зеркальных затей, Я, как пуля, как дура, Искала прямых путей, Нашла цепи, Колодки, четки, Из спелых обид, Да русский язык в глотке Острый, как аппендицит. Снежной манны Крупа, ветра, Свежая новость, Чудо — это судьба, У которой проснулась Совесть. Речи — ручной зверь, Нежности между речью Встретились. Что теперь? Вечно идти Навстречу. Наивным и чистым Любителем поэзии Мне не хотелось Подцитировать Первой нью-йоркской Литературной стриптизерши. Много ее чести. Но надо прямо сказать Профессору Шайтанову, Что ни за какое Отвлекающей вязью слов Не сокрыть умысел Провокации с Верой Павловой, Подтачивать и разрушать Целомудренный и мужественный Образ женской поэзии. Вадим Дементьев, Пахапница из Нью-Йорка, Газета «Красный север», Вологда. А можно спросить, Почему из Верой Павловой? Не знаю. А давайте...